79-е годовщина со дня победы в Великой Отечественной войне. Мы помним об этом дне постоянно, но 9 мая для России день особый. День, когда вскрываются раны, когда чтят погибших и благодарят за мирное небо над головой. Телеканал Универтв впервые освещает парад победы прямо с места событий. Обо всем подробнее мы расскажем сейчас. Совсем непривычная погода для первой половины мая. Люди, укутавшись в куртки, ждут начала, пожалуй, самого главного праздника для каждой семьи и каждого человека. День Победы – самый настоящий праздник со слезами на глазах от гордости и горести одновременно. В 2024 году на главной площади Москвы собрались тысячи россиян и гости страны, сотни представителей средств, массовой информации и волонтеров. И, конечно, 9 тысяч военнослужащих и 75 единиц техники. Ни одного пустого места на трибунах также приехали руководители дружественных государств. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и впервые Кубы, Лаос и Республики Гвинея-Бесау. Россиян снежной погоды не напугать даже в мае. Как оказалось, иностранных гостей тоже. С равным восторгом и гордостью они наблюдали за парадом, подготовка к которому велась несколько месяцев. Оттачивали строевую подготовку, приводили в порядок форму, учились действовать как единое целое. Совпадение или нет, но солнце, которое почти не выглядывало с утра, вышло именно в тот момент, когда за трибуну встал президент Российской Федерации Владимир Путин. В 79-ю годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне президент произнес речь о военном потенциале своей страны, рассчитанную как на иностранную, так и на отечественную аудиторию. Пусть Россия переживает сложный рубежный период, но судьба Родины и ее будущее зависит от каждого из нас. Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции за их мужество. Все, кто на линии боестолкновения в зоне проведения СВО, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самоотверженностью. С вами вся Россия. В вас верят и переживают за вас и наши ветераны. И духовная сопричастность ваших судьбов и понятников не рушила связывая поколение героев отечества. В завершении парада все присутствовавшие лично и те, кто следил за действиями онлайн, смогли наблюдать пролет авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», русские «Витязи», а также штурмовиков Су-25, которые традиционно нарисовали цветным дымом триколор в небе над столицей. В раздельце, витра государственного благораздительной генерации, в жизни и красного дыма, чтобы не было. Возвращаясь за дымом триколор в небе над столицей, не было. Возвращаясь за дымом триколор в небе над столицей. Напомним, что телеканал «Универтв» впервые принимает участие в освещении самого важного праздника России. Прилетев в столицу днем ранее, мы сразу же направились рассматривать строфеи, захваченные российскими военными в ходе специальной военной операции. В парке «Победа» на Поклонной горе прямо под открытым небом расположились более 30 образцов военной техники и другого вооружения производства США, Великобритании, Австрии, Австралии, Германии, Франции, Украины и других стран. Одним из наиболее непобедимых считался танк «Абрамс». Почему и оправданно ли это, расскажем прямо сейчас. Самая любопытная машина – это М1 «Абрамс». На его появление в рядах противника возлагали большие надежды, как на непобедимое оружие. В данном случае все показалось наоборот, что они очень уязвимые, их легко подбивают, они очень сильно горят и сгорают полностью. Вот данный экземпляр – это наглядное подтверждение этого. Он был в рядах ВСУ, то есть он добрался до линии соприкосновения и был сразу сожжен нашими доблестными войсками. Он больно ничего не успел делать, и любая техника западная тут у нас на линии соприкосновения не успевает ничего делать, потому что на них сразу начинается охота. То есть поднимаются все средства поражения, все средства наблюдения, и у них шансов очень мало обратно уйти в тыловую зону. По оценкам экспертов, совокупная стоимость представленных трофеев достигает нескольких миллиардов долларов. Все экспонаты распределены на несколько тематических зон и сопровождаются информационными стендами. С их помощью гости узнают о стране, производителе трофея, его технических характеристиках и обстоятельствах захвата. Помимо техники, посетителям показывают образцы иностранного стрелкового оружия, карты, документы и снаряжение. В современном обществе в условиях глобализации, с сожалению, приходится наблюдать переосмысление общечеловеческой истории, защитить правду о победе, о кровопролитной битве, затронувшей каждую семью – наш долг. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Александр Антонов, Универ ТВ.